мне кажется это здесь не едят всем привет сегодня мы будем снимать весьма необычный для портала дети арктики выпуск нас ждет гастрономическое путешествие по ямалу так сказать будем пробовать полуостров на вкус и мы еще составили список того что нужно обязательно продегустировать в первую очередь это конечно местная рыба как еще обойтись без оленины ну а на десерт ягоды у меня уже не терпится начать я еще перед поездкой ничего не ела так что пойдемте гастрономическая палитра ямала необычайно разнообразно из одной только оленины можно приготовить пару десятков разных блюд а еще же есть множество сортов рыбы дичь грибы и ягоды это едят сыр и жарят варят вялят тушат сушат одним словом если хотите познакомиться с арктической кухней вы по адресу мы приехали просто на самую красивую кухню в которой мне только приходилось готовить вы только посмотрите там на фоне уральские горы арт по которой идет вон-то баржа и этот вид открывается из чума где очень тепло потому что там уже затоплена печка здравствуйте неправильно зашла а что как надо было заходить поклониться сейчас я покажу пойдем выйдем на улицу поговорим пойдем выйдем поговорим вот ликбез смотри вот берешь вот одним движением берешь вот за краешек презента заходишь и вторым движением просто закрываешь это по правилам как будто бы завернулась вот теперь ты правильно зашла здравствуйте добро пожаловать будем готовить будем готовить сейчас быстрее переоденусь начнем с чего строганина строганина визитная карточка ямальской кухни как все гениальное рецепт крайне прост берем замороженную рыбу больше всего ценится муксун щопор или омуль чистим и строгаем тонкой стружкой едим сразу же макая в соль и перец или как любят на ямале в горчицу ребята переезжаю на ямал так все тает поэтому есть нужно быстро горчичку класс пока я пробовала строганина хозяйка успела приготовить горячее настоящую уху сюда обычно идет рыба попроще щука на лимб но для нас дорогих гостей уха из щокура ну все гуля приготовилась уха угощайся спасибо большое и самое красивое и самое необычное что у нас дегустация ухи происходит одновременно и в рассвет и в закат сейчас полярный день на ямале так что это и красиво и первое знакомство с ямальской кухней состоялась самое время от рыбы перейти к мясу готовить оленину мы будем с настоящим нутрицелологом специалистом по арктической кастрономии лидии квашниной лидия ну давайте удивляйте нас ямальской кухне сейчас сразу и начнем первое что мы будем делать мы сделаем горшочков оленину с картофелем нутом и можжевелом и ягодом и зальем все это настоящим костным бульоном костей северного оленя долго вообще готовится мясо оленя ну вот прям его нужно долго томить или жарить как вы вообще но нужно что понимать во первых в чем плюс у мяса северного оленя потому что это диетический продукт и конечно его цель как раз за то что там нет жира но абсолютно после но как нутрицелок я могу сказать что это еще и если по всем трендам которые сейчас в мире зо шпп да то есть наверняка вы слышали что сейчас предпочтительный в магазине выбирать мясо которое травяного от корма и свободного выпаса должны быть животные северный олень удовлетворяет всем этим требованием то есть свободный выпас да потому что на ямале олене косла от свободно по тундре да и травяной от корм тоже да к сожалению камера пока еще не научилась передавать аромат и чашки на кидаем может быть и передаст можно принести есть олень и бульон так вот это какой он прозрачный просто это тот самый костный это костный и такой прозрачный какие хорошие чистые кости у оленя это долго томился больше суток точно пока оленина готовится лидия успевает приготовить еще несколько блюд запеченную с розмарином северную рыбу окрошку с оленьем сердцем на морошковом квасе и кедровое печенье типичный обед на ямале как он выглядит из чего состоит это в горшочках запеченная точнее томленая оленина с картошечкой это щекур он же чир с щавелем и под розмарином печеньки на десерт и окрошечка сейчас же лето пусть и такое прохладное но лето окрошка с оленем сердцем вам не какая-нибудь колбаса из магазина надо пробовать вспоминаем уроки физики из школы как у нас там спектр раскладывается каждый охотник желает знать где сидит фазан красный брусника оранжевый желтый это морожка зеленый это зеленые листья иван-чая голубой это голубика и синий фиолетовый это черника вот оно северное сияние представлено на нашей ямальской тарелке с дикоросами северное сияние на летнем столе современное прочтение арктической кухни это безусловно очень красиво и вкусно но еда на ямале больше чем еда ее нельзя отделить от традиционной культуры коренных народов которые веками живут на бескрайних просторах тундры и тайги еда на ямале это и фольклор и детские игрушки и даже народные приметы поэтому возвращаемся в чум чтобы приготовить свежу пойманную утку добрый вечер мы будем разделывать уточку уточка она крякочка называется шуточку клюв оставляется для того чтобы потом ее снять и из этого клюва у нас делаются куколки ненецкие куколки национальные из этого вот это вот идет и эту можно использовать нет я к тому что куколки это какая то есть голова лицо вот так вот типа фарточка делается вот смотрите при свете глазки есть носик есть вот они видите это все придумано видите куколки да детская игрушка вот смотрите люлька вот так вот ее переворачиваешь видите вот так вот поставил куда-нибудь колясочка в начале лета пасмурно будет к концу лета будет солнечная погода издалека ли будет жених или рядом где-то с тобой вот так вот аккуратненько аккуратненько тянется тянется ой что-то затягиваешь замужество давай 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 очень издай так сколько тут километров нет у тебя жених рядом где-то горлышко вот это все выбрасывается потому что как говорили раньше они же червячков там все кушается да не чистая часть очень вкусно очень мне кажется сытный наваристый такой суп просто с одной тарелки наешься весь день а если еще и масло оленя то есть пару дней не будет хотеться я только вошла во вкус но нам к сожалению уже пора в следующую экспедицию напоследок успеем закупиться вкусными сувенирами сделать это можно на местном рынке но есть и более интересный вариант вообще местные никогда не покупают рыбу у незнакомых либо берут ее напрямую у рыбаков либо в неких секретных местах куда мы сейчас и направляемся если хотите узнать адрес пишите в комментариях маленькая подсказка вы только посмотрите какая красота вяленая корешка одна из самых популярных местных рыб обалденно пахнет запаковать мне вот таких 5 или 6 или ну давайте я скажу когда все какой он на вкус ямал двух одинаковых ответов вы не найдете для каждого этот удивительный полуостров запомнится чем-то своим особенным но одно могу сказать точно этот вкус вы запомните на всю жизнь и 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